Ищешь легальный способ заработать голды в World of Tanks Blitz? Приложение Goal for Tanks. Выполняй задания различной сложности и начинай зарабатывать прямо сейчас. Как только накопишь 250 голды, сможешь вывести ее в Steam. Вводи мой бонус-код для быстрого старта, но учти, работает лишь для новых пользователей. Либо приводи друзей по реферальной ссылке и 20% от их заработка твои. Качай приложение именно по моей ссылке в описании. Друзья, всем привет! Недавно один из подписчиков у меня спросил, а какую ветку качать? Потом постучали еще. Чуть позже снова увидел подобные сообщения. И знаете, что я понял? После нерфа ТТ в обновлении 8.2 многие топы просто умерли. То, что мертво умереть не может. К примеру, мне до нерфа очень нравился кран. Легко держал 2 900 на танке. После нерфа посмотрел на его разворот башни. Он и так был медленный. Но сейчас думаю, что это такое? Ладно, с кем не бывает. Думаю, пересяду на Мауса. Но там картина не лучше. Мне в глаза словно песка насыпали. Так больно давно не было. Еще один любимый тяжелый танк просто занерфили в хлам. Одним словом, никогда этого не было. И вот опять. Давайте разберемся, какие ветки более актуальны к прокачке. Главное, чтобы их не занесло в сливной бачок. Ибо опять придется переснимать. Да, год на удивление со своими нерфами выдался не очень. Поэтому прожимайте свои коронные лайки, чтобы было как можно меньше нерфов. Меньше слов. Больше дела. Погнали. На пятом месте британская мини-бабаха. Действительно средний танк, который может удивить. А именно FV4202. Знаете, я вам так скажу. Если у Шеридана забрать ракеты, то это уже будет как кот с подрезанными яйками. Забери хэш-пугасы у FV-шки. Все тупо аминь. Но на данный момент это реально очень крутой танк со своей уникальной фишкой. По крайней мере на ум приходит только черный бульдог или рушка. Остальное либо хлам, либо бутылки. Поэтому по факту, если вам на сточерте однокнопочный гейплей и хочется максимально необычного орудия, то данный топ даст вам тонны эмоций просто с лихвой. Да, конечно, до седьмого уровня ветка хоть и качается на легке, но, к примеру, тот же Центурион для многих покажется неистовым кактусом, особенно в стоке. Благо в данном патче хотя бы девятка получила более улучшенную максималочку, а именно 50 км в час. А топ вообще словно горцующий пони мчится по карте с максимальной скоростью под 60 км в час. Теперь даже СТБ-1 на его фоне смотрится слоупочным и не таким агрессивным. Мне фв по геймплею всегда напоминал СТБ-1. Ну смотрите, крепкая башня. Есть. Козырный УВН вниз тоже присутствует, а именно минус 10 градусов. Да, на выбор есть два орудия. Если вам важен самый смак, то, конечно же, лучше катать ствол, который дает возможность жарить рандом на хэш-фугасах. С эльфой 440 за выстрел запахнет паленым буквально с первых минут боя. Да, снаряды здесь не дешевые. Держу в курсе тем, кто привык считать свои расходы. Ценить каждую мелочь. Конечно, топ к прокачке не подойдет. Ну а кто любит такой настоящий тяжелый рок и способен унижать в рандоме, на данный момент очень актуально не пропустить такой диамант среди СТ. Пока не понерфили, можно смело качать, а то вдруг заберут динамику и все, пиши пропало. Надо довольствоваться тем, что есть. Пока дают, ведь завтра может и не быть. Есть интересно мое мнение, даже до апа это был просто отличный средний танк. По факту достойный венец, ветки и хороший топ для прокачки. Кстати, в некоторых боях может лбом танковать настолько дерзко, что аж логически не выкупаешь, как такое возможно. Собирай вещички, чего рассеялся, беги качать. Приду проверю. На четвертом месте нереально крутая фановая советская бутылка, а именно объект 268. Знаете, все это время у нас с ней был то ли брачный период, то ли медовый месяц, но пока не откатал сотку боев, просто не мог добавить в ролике, ибо любовь с первого взгляда, ну не в счет. Поверьте, хоть рубка здесь обычная и не вращается, как у того же гриля, советской машине она и не нужна. Аннигилирует объект в рандоме просто все живое, закидывает фугасы в гриле и фвшек бачаты, которые сгорают чуть ли не с одной подачи. А корпус от ИСа-7 танкует бабах, СТ-шек, даже барабан от тяжелого танка может просто разбиться легендарную броню советской неистовой машины. Хоть я и не бутылковод, но объект изрядно запал душу, если на той же фв-40-05 приходится держать дистанцию и стараться быть в сейвовых позициях. Не, это не просовок. Здесь ты как сорви голова, влетаешь, пинаешь всех с вертухи, выходишь через окно и говоришь в ответ. Астала виста, астала виста, бэйби. Альфа на фугасах очень сочная. Средний урон составляет 960 за выстрел. Если вам попадется в бою сплошной картон, то не накидать хотя бы 3000 урона сможет лишь человек, который играет с разбитым дисплеем и ориентируется в боях чисто на звуке. Кстати, увы, но объект Тосика были похуже и составляли около 5 или 6 градусов вниз после того, как апнули и дали целых 7. Ну тут, как говорится, все. Наши полномочия окончены. Выходите в рандоме все по одному. Становитесь СТ-шкираком, будет репетиция. Главное момент подловить, кому фугас в корму закинуть и поверьте, команда щедро вас наградит своими аплодисментами и напишет «Вот это ты тащер, а не пломбирчик». Вообще, чтобы прям совсем освежить ветку и добавить хоть какой-то интерес к прокачке, я бы добавил новую амуницию и снаряжение. И, конечно же, без технологии PBR не обошлось бы. Тогда советский терминатор вообще ломал бы будки не хуже Джеки Чана в фильме «Час пик». Кто любит колесницы, кожу, цепи, шипы, вот весь этот фетиш, что думаю, какую бутылку выбрать, цель уже намечена. Конечно же, не обошлось в топе и без ДПМных тяжелых машин. На третьем месте настоящий эльфач мира тяжелых танков. И раз FV215B и T110E5 кастрированные котики, то мой взор упал на китайского самурая, а нет, самурая это в Японии, на китайского котика под названием WZ-113. Изначально он не был таким крутым и альфовым. Альфа была на уровне остальных прокачиваемых машин. Но в один прекрасный день где-то в белорусском офисе сказали и решили апнуть средний до 420 единиц за выстрел. Монг сразу такой, вот это подгон, братишки, и катнул еще сотку боев на канистре сверху, хотя обычно я так не делаю. Знаете, многие хейтят этот танк за не самый лучший разворот башни и динамику. Да, согласен, так и есть. Но вы посмотрите на крана, мауса, они вообще такое впечатление, что трататухи не собирают. Но без слез на них не взглянешь, пыли танки как танки, а теперь кто-то что? Сплошное решето, либо наводчик после контузии играть вообще не возникает и малейшего желания. Да я лучше на дредноуте в бой поеду, хоть и не птвот, чем буду снова катать на понерфленных тяжах. А стоп, о чем это я? Ах да, китайский вазик на данный момент является самым ДПМным в игре. Среди тяжей, конечно. И не дай бог картофельным богам сунуть свой крахмальный ножик и подрезать ему крылья. Или яички. Ибо это будет последняя капля крахмала и разорвет меня как хомячка от никотина. Вообще на канале уже выходил разбор ветки и, как говорил Сенсей, это настоящий дуэлянт. И в ходе последних событий с этим сложно не согласиться. Ведь ДПМ у канистры составляет 3440, что уаса. Просто нереально много, как для тяжа. Складывается впечатление, что пересел на какой-нибудь Объект 263, но никак не на китайского ниндзю. Перезарядка на танке со всеми плюхами составляет 7,33 секунды. Знаете, даже если промахнешься, не беда. Включил адреналин и уже считай переплюнул врага. Теперь унижать лоб в лоб в рандоме вы можете и Е5, и ФВ-215Б. Да хоть папа римский приедет на танки, ему все равно тупо аминь. Даже батюшка не поможет. Короче, танкисты, если хотите стрелять чаще всех и видеть сочную альфу на фоне. Нет, канистры прекраснее на свете, чем путь к китайской вазе. А дальше что-то рифма не пошла. На втором месте просто главный немецкий вышибал. Средний танк, при прокачке которого вы сразу скажете. Встречайте, дамы и господа, братья и сестры, месье и танкисты, его величество Е50М. Знаете, как по мне, лучшего среднего танка на 10 уровне в игре просто не существует. Это действительно самый имбовый, самый бронированный и достойный средний танк прокачки, который особенно хорош, если ты новичок и конкретно прощает ошибки. А не так, как я. Моим первым топом был Объект 140 и третий бой просто ушел в ангар с нулем с подорванной боеукладкой. И у совков так часто, ты словно сидишь очком сверху на пороховой бочке. Если вы хотите познать искусство Гачи Мучи и заезжать врагам тараном прямо в корму, то немецкий накачанный средний танк прямиком из 90-х вырывается в ваш рандом, чтобы всех шатать. Вообще, многие, помню, хвалили Т-22СР. Мол, иба, танкует. Братцы, танкует, это как раз про нашего короля на фоне. А совок, если пару раз лязнет снарядами в бою, уже приятно на душе. Тем более, боеукладка у советских машин всегда в надежном месте, чтобы подорвать сразу и себя, и своего брата, наводчика, водилу, всю братву, так сказать. Честно, Е50М лучший универсал, который впитал в себя всю мощь немецких тяжелых танков и принял наставление, как правильно танковать. Точность орудия в целом не разочарует. Наклонная броня, волбу и таран, который словно лезерман режет пиццу на две части, вы будете поражены, насколько тщательно враги всматриваются в вашу броню и пытаются выцелить. Без привлечения машина массового поражения. Хотите на десятках иметь хороший процент побед? Взвод таких машин на изи решает исход боя. Опять-таки повторюсь, если это, конечно, не взвод, пломбирчиков, конечно. Советую ли я данный топ прокачки? Конечно, а ты, братишка, сидишь и булки мнешь перед телевизором, вместо того, чтобы идти и качать ветку. Бой, как всегда, на мастера, друзья. Стараюсь для вас. Надеюсь, кто зажал свой лайк. Сейчас самое время крепко-крепко продавить палец вверх. За старания можете не жадничать, тем более, видели, какой интересный засвет вышел. Если поехать не на гору, а через низ. Очень неплохая перекатка получилась. Я ее недавно начал юзать на бронированных эстэшках. Как раз епись самое то. Опять-таки, от команды тоже будет многое зависеть, но в случае чего можно назад откатить. Мне еще повезло, что со мной Яга поехала крыть. Без нее, конечно, такой жары не было бы в бою. Так что пробуйте разные позиции, перекатки. Не зацикливайтесь на одной. Бой еще интересен тем, что нанес я 3824 урона, а на светил 3821. И еще чуть-чуть и было бы поровну. Бро, лайк не забудь, хорошо? На первом месте ветка уродцев, но в то же время настоящих американских бодибилдеров. Ага, ты этого дрыща ни с кем не попутал? Ну, как говорится, в семье не без урода, либо не без гадкого утенка. Но на первом месте у нас М6 Йог. Главное преимущество данной машины, первое, ее не нерфили. Пока еще. И дай бог, чтобы картошка не протянула к ней свои длинные щупальца Кракена, жаждущие лишь баланса и никаких тебе имбовых машин. Второе, это, конечно же, отличный визуальный вид и технология PBR, которая очень мощно бросается в глаза, особенно на фоне остальных прокачиваемых машин. Третье, это динамика и геймплей. В целом, танчик нормальный в плане подвижности, но если вовремя юзать форсаж. Башня быстро вращается и не подводит точность. И самая главная фишка, это наличие двух орудий на выбор. Немного в игре таких машин, но, как по мне, это их главное достоинство. Мне очень нравится второе орудие на два снаряда, ведь такой крутой реализации барабана в игре еще не встречал. Именно на высоких уровнях и не с детской альфой, как у того же могильщика. Тем более, если не заходит альфа или кд, можно смело пересесть на ствол с тремя снарядами и не хуже хэвика ехать штормить рандом. На танке у меня 3015 средний урон за 79 боев. Показываю для наглядности, что пушка на два снаряда реально огонь. И надеюсь, что средуху не солью, ибо записывать бои во время режимов это просто тихий ужас. Сами понимаете, что вас ждет в этом аду. А теперь пришло время сказать спасибо этим двум замечательным подписчикам, решившим задонатить в пользу канала. Мехвод КВ-2 спрашивает, кто же лучше? Т-30 или конвой на телефон? Знаешь, дружище, я когда еще играл на телефоне, щупал Т-30. Ха-ха, лучше бы сиськи щупал. Ну да ладно. Так вот, мне он заходил очень даже хорошо, но конвой, как по мне, играется не хуже. Стиль игры очень похож, можно нехило накидывать от башни, но если нужен фан и угар, то лучше качать конвой. Спасибо за поддержку. Александр пишет, спасибо за видосы, переходи хотя бы уже на обычные макарошки. Ха-ха, да не вопрос, а то меня этими дошиками решили отравить походу. Спасибо за поддержку и довольно хорошую сумму. В целом у меня все, не забывайте подписываться на канал, прожимать колокольчик, если колокол прожал стату четко ты поднял. Всем хорошего дня и самое главное танкисты. Играйте только в качественные игры, если вам конечно есть с чего играть.